И о спорте. Дагестанские борцы продолжают победное шествие в Красноярске. Там в эти дни проходит международный турнир Гран-при Иван Ярыгин. Итоги третьего дня соревнований на месте событий подвел мой коллега Курбан Рагимов. Арбитр оценил прием начинок у Лара в 4 балла, но пересмотр эпизода судейским консилиумом показал. Бросок был выполнен после истечения времени. Публика разделилась на два лагеря. Но на ковре уважение превыше всего Ахмед Чакаев, чемпион Ярыгинского турнира. Я когда посмотрел на табло, там уже доли секунды, секунды, что я сал. И как я думал, за ковер выйти, судья бал даст, все равно по двухбальным действиям я выиграю сфатку. Ну, в общем, я недоволен тем, что я последние секунды расслабился. То есть дал поводу, да? Дал поводу, да. Вы видели, судья, как посмотрели в начале, дали ему баллы. Четвертое золото гран-при сборной Дагестана принес Ахмед Гаджимагомеда в финале. Хасавиртовец взял реванш у земляка Магомеда Рамазанова. Очень тяжелая сходка была. Устал сильно. Соперника знаю, с ним в одном зале тренировался, и друг друга знаем. Когда мы друг друга знаем, каждый раз на сборах везде, что-то тяжело бояться с вами. Кто кого поймает. Третий день Ярыгинского стал неудачным для олимпийских чемпионов. Кайл Снайдер уступил Расулу Магомедову, неожиданное поражение которого в следующем круге лишило американца шансов даже на бронзу. Турак Таха Агюль в финале был остановлен Анзором Хизреевым. Сегодня на турнире также определились финалисты последнего дня. Дагестанскую команду в своих весах представят Даурейн Куруглиев и Шамиль Мусаев. Они оба уверенно прошли предварительную стадию. А еще одну медаль высшей пробы сборной республики ждет от Магомеда Курбанова. В его категории борьба идет по круговой системе. Хасавиртовец при трех победах является главным фаворитом в борьбе за золото. Финалы заключительного дня начнутся после 10 часов по московскому времени. Курбан Рагимов, Магмед Расул, Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск.